мы прерываем карантин ровно на 25 минут передачи, потому что имеем острую необходимость рассказать вам о том, чем занимаются харьковские спортсмены во время карантина. Спорт стоит на паузе, спортсмены на паузе не становятся, они подчиняются только кнопке play. Здравствуйте, это спортивный интерес, самые главные события харьковского спорта во время карантина. Артем Почтарев, 27 лет, родился в Лисичанске, живет и тренируется в Харькове. Мастер спорта по бадминтону, правша. Международный дебют состоялся в 16 лет. Участник Олимпийских игр 2016 года в Бразилии и претендент на участие в Токийской Олимпиаде. Призер международных турниров в мужском одиночном разряде, в том числе харьковского турнира серии International. Член сборной Украины с 2012 года окончил Харьковскую Академию физической культуры. Тренер Геннадий Махновский. Давай, Артем, поздороваемся по-правильному, по-современному. Вот так. Одним плечом, а потом другим плечом. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты человек публичный, ты спортсмен, да? Как ты относишься вот к карантин, как ты воспринял именно не со спортивной точки зрения, а вот как человек, как личность? Знаешь, есть интроверты, им проще там тихо сам собой, да, сидишь? Есть, наоборот, экстраверты, которым нужно постоянно общаться. Вот для тебя карантин. Вот я вторая, второй вариант. Я конкретный экстраверт. Для меня очень сложно находиться дома, заперти. Хотя иногда бывает очень хочется посидеть дома, посмотреть фильм, отдохнуть, близкими, родными, но это буквально день-два. Но уже, как говорится, карантин длится неделю там, и уже становится сложно сидеть дома. Но я с самого начала не сидел дома. Я занимался активно, да, меньше контактировал с людьми, но я занимался активно. То есть форму-то нужно поддерживать, так или иначе. Потому что форму набрать долго и изнурительно, а потерять очень быстро и легко. Ну вот в условиях карантина, когда невозможно в игровых видах спорта, да, грубо говоря, с партнером заниматься, специальной подготовкой, да, что ты делаешь, каким образом ты поддерживаешь? Ну, всякие, бегаю, допустим, по чуть-чуть. То есть тоже надо смотреть по погоде, какая погода, потому что ты не можешь бегать, когда, ну, такая погода переменчивая. Главная задача на сегодня это не заболеть, если вот так говорить. А что я делаю, это все для того, чтобы не заболеть, и максимально активно стараюсь проводить, то есть поддерживаю мышцы в тонусе. То есть я их не накачиваю, не увеличиваю там УФП, выносливость и так далее, но я хотя бы поддерживаю то, что у меня уже было. Сегодня я делаю чисто такую свою программу, то, что мне, у меня еще есть определенная травма, поэтому я еще для меня это карантин, время и возможность восстановиться, скажем так, привести себя в форму. Делаю то, что мне не больно, и то, что мы еще в Дании обсуждали с тренерами, я делаю то, что мне по программам прописано. Но, опять же, не все возможно делать, это и в домашних условиях, но я максимально стараюсь это все делать. Все равно у нас, как говорится, мышцы ограничены, мы не можем, у нас новых мышц не появится, карантин появился, у нас новые мышцы появятся, которые нужно там прокачать. То есть все упражнения довольно-таки известны, я их просто из ряда в ряд повторяю. То есть есть время, возможно, попробовать какие-то новые упражнения, которые я не хотел рисковать, так как у меня был тренировочный процесс и программа, да, а сейчас можно что-то наукровать, так как есть целый месяц. Полтора года назад я делал в больнице снимок МРТ, и у меня уже была протрузия. Но я потом еще переехал в Данию, а там тренировки еще больше сложнее, ну, и больше их, и они сложнее, ну, индивидуально другая получается. И я, наверное, эту травму немножко усугубил. Поэтому сейчас максимально, вот, которые я еще делаю дома, здесь это просто вот такое там, да, то, что можно на улице делать. А дом я еще делаю, помимо этого, на закачку различных групп мышц спины, пресса. То есть мне сказали, нужно закачивать не спину, хотя проблем со спиной, но парадоксально, но качать спину не нужно. Ну, то есть нужно, но не так много, как, допустим, пресс, потому что мышцы кора, они держат больше позвоночника. Ну, в данном случае это в моей травме. Слушай, а вот то, что Олимпиаду, ну, в основном случае, пока перенесли это, то есть некий положительный момент для тебя в этом есть, и, получается, можешь залечиться полностью, да? Эгоистично говорить так, что для меня это, в принципе, выгодно, да, что относительно карантин и что сейчас такое все длится. Потому что я конкретно уже, когда приехал из Дании, я уже не мог, я, собственно говоря, должен был ехать на турнир, на Ямайку, но не смог поехать, потому что у меня была уже травма спины. И решили, чтобы дальше не усугублять положение, я прилетел в Украину лечиться. И тут я удачно улетел, потому что и в Дании сделали карантин, и всех из центра выгнали, спустя неделю там они еще пару тренировок потренировались, и они все разъехались. Поэтому, в принципе, можно сказать, что сам Бог, наверное, мне сказал, так получилось, что я уехал, и буквально через неделю закрыли все границы. В принципе, я бы и так это сделал, но так пришлось бы, там, билетами, там, думать, а так я все спланировано уехал, и еще и удачно. Так что, в принципе, мне это на руку, на самом деле. В Дании это Европейская Азия в плане бадминтона, то есть датчане это лучшие бадминтонисты Европы, а иногда даже мира. То есть европейцы точно лучшие бадминтонисты, да? Да, в Дании очень сильная школа, она уже много лет там вкладывает в спорта. Вот, и поэтому там, конечно, уровень уже такой. Там во всех школах занимаются. То есть очень большая идет конкуренция и селекция потом. Ты туда как поехал? Наша Украинская Федерация сотрудничает с Европейской Федерацией, ну, естественно, и с Датской тоже. И туда приглашали лучших игроков со стран, которые планируют попасть на Олимпиаду, ну и так далее. Поэтому я был, в принципе, в хороших условиях там. Тебя тренировали или ты тренировал? Нет, меня тренировали, да. В данном случае меня тренировали, и был хороший спарринг. Было очень много игроков, либо моего уровня, либо выше. Были слабее, то есть как бы... В принципе, я тренировался с хорошими игроками на хорошем уровне и, самое главное, в хороших условиях. То есть тренировочный зал, был бассейн, сауна, физио, массаж. В принципе, все было как бы инклюзен, включено, как-то по-английски, да? Все было включено и полный all-inclusive, скажем так. Питание. Есть какие-то недочеты, которые, допустим, мне не нравились, ну, другим игрокам, но это все. Нет, условия бандентона, да, там зал хороший, игроки. Но были некоторые трудности с расписанием тренировок и, самое главное, с питанием. На самом деле, питание было там, ну, не... Ну, не как подобает давать порции. Были очень маленькие порции, сказать вкратце. Поэтому мы там начали общаться, и разнообразие порций, то есть везде было однообразно, очень много картошки. Мы все удивлялись, почему там готовят паста картошку. И в одном виде. Ну, так, ответок мы и не услышали. Они потом подумали, что мы... То ли нам нравится она, то ли что. Ну, вот, допустим, 4 дня подряд могли давать одну и ту же картошку. Нет, она была свежая, то есть вкусная, все. Но когда 4 дня подряд одна и та же картошка с разным мясом, она реально надоедает. Поэтому мы начали с ними говорить, чтобы они меняли. И они, в принципе, начали потом менять. Но потом я уже уехал. Ну, и потом уже от карантина, ну, и все получается. Для украинского, наверное, бадминтониста уникальный случай, что можно поехать в Данию, да, и побыть там некоторое время. Ну, скажем так, возможность познать какие-то новые азы бадминтона, даже, скажем так, да, потому что ты приезжаешь, и каждый тренер преподносит одни и те же упражнения или задачи, но в разном контексте. То есть он тебе говорит, и ты как-то смотришь, ну, я не знаю, найти упражнения по-другому, что ли. Ну, и плюс, конечно, очень решает спарринг. То есть одно делать упражнения с синьорами или с обеих себя игроками, а другое делать такое же простое упражнение, да, но с игроками выше себя уровнем. Это, ну, другая скорость, другая удар. Ну, в общем, это уже high level бадминтон, другой бадминтон. Я о том, что, а может ли такое быть, что вот такой уникальный случай, ну, прошел даром, потому что он у тебя был наверняка в плане подготовки к Олимпиаде, Олимпиаду переносят, а, ну, и получается, ты пустую потратил это время. Или этот опыт, он останется навсегда независимо от Олимпиады? Я тренировался с игроками, которые входят в топ-50 мира, и ты получал от них какой-то опыт, и ты просто привыкал к их ударам. То есть так иначе, вот я сейчас не тренируюсь там месяц, другой, да, бадминтон, конечно, пропадает. Но, как говорится, опыт ты никуда не денешь, и ты сможешь это применять потом. То есть пока это все приостановилось, но в будущем это однозначно будет. И ментально я гораздо сильнее стал, потому что я тренировался с игроками высокоуровня, я к ним привык, и я уверен в себе более, чем раньше, к примеру, что я с ними могу бороться, что я с ними на равных могу играть. Я веду сама ментальность между игроками. То есть раньше выходишь против игрока, а, там, вот я играл на фото Европе с Дивердесом, я уже его обыграл, на самом деле. Очень важная была в команде, мы играли уже за медаль. Я уже его обыграл, но это было, правда, очень давно. Очень давно не правда, но это была правда, да, я его обыгрывал. Вот, и вот мы с ним так близко сыграли, и чуть-чуть не хватило мне. Возможно, не хватило немножко уверенности. Вот именно то, чего ты дополучил? Да, то, что я там получил тогда, ну, в Дании получается. Поэтому немножко, возможно, не хватило. Так или иначе, все равно ты весь опыт сразу не принять не можешь, но это нужно время. А я еще приехал в Данию не так рано, не посреди, ну, в принципе, наверное, посреди сезона, в ноябре в конце приехал, ну, в конце в середине. Или в начале, ну, там, вот, числа 10-го пока еще были переговоры на каких условиях, как поехать, ну, и все. И мы совместно с федерацией приняли решение, что пора ехать. Хотя поначалу, признаю честно, я не очень хотел. В силу, конечно, я понимал, что линейческий отбор очень важно, но просто очень встаешь изнурительных тренировок и постоянных, с постоянным напряжением, переезды, перелеты. Многие думают, что все, это классно, там, ты летаешь, постоянно смотришь на мир, разные страны, но, на самом деле, когда ты проводишь в самолете по 10 часов, блин, то это очень напряженно. И смена часовых поясов, там, по 6, по 10 часов, да? Ты потом прилетаешь, у тебя три дня, потом то голова болит, то рука, то нога, то еще что-то. А многие думают, так классно, что поехал, посмотрел мир. Да, чаще всего бывает, что я вижу супермаркет, отель, зал. И часто. И все. Поэтому не так все хорошо, как кажется. Но больше позитива, чем негатива. Международный Олимпийский и Паралимпийский комитеты, представительства Японии и Токио согласовали новые даты проведения Олимпийских игр. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября. Это первый перенос Олимпийских игр в новейшей истории. Ранее они откладывались только из-за мировых войн. В связи с переносом Олимпиады, да, что поменяется в отборе? Очень хороший вопрос. Рейтинг, он сейчас зафиксирован, заморожен, что с ним? Беннентон World Federation, наша федерация, мировая, да, давит, чтобы, ну мы на нее, вернее, давим все, получается, все федерации, Европа, мира, да, что, какой будет отбор? Потому что будет нечестно, если отбор будет заново. И заново как он будет? Потому что неизвестно, сколько произойдет этот вирус. С мая, вообще отбор начнет с мая, с первого мая, по первого мая заканчивается. Кто уверен, что отбор начнется с первого мая? Никто. И плюс то, что я слышал в Индонезии, допустим, игроки, их, по-моему, не парит вирус. Или в Индии, они, по-моему, не парятся особо. Насколько я вижу с Индонезии, что они тренируют. И насколько это будет честно, когда вся Европа сейчас на 2, а то неизвестно, на сколько месяцев остановится, они будут тренироваться. И как это все будет? И лично мое мнение, и многих игроков, ну, сходится к тому, что олимпийский отбор не будет заново. Просто первый вариант, там, а, допустим, да, его сделают либо короче, допустим, в мае, в июне все закончилось, его сделают, там, не знаю, с июня, или, там, с июля, к примеру, там, да, по, там, Дианвай. Ну, это я, это мое суждение. И второе то, что мы сходимся во мнении с игроками, с некоторыми, что просто будут в квалификацию, в калификационный отбор на Олимпиаду идти те турниры, которые уже отменили, и все. А их осталось, у нас отбор уже почти закончился, у нас осталось полтора месяца. Рейтинг сейчас останавливаем, замораживаем, да, на данный момент, ну, на момент объявления пандемии, да, и возобновляем его, когда будет известно, во-первых, дата, во-вторых, количество оставшихся, да, турниров. То есть я уверен в том, что турниры, допустим, там, дай бог, в мае все закончилось, да, турниры будут продолжаться, просто, но они будут идти в мировой рейтинг. А есть мировой и олимпийский рейтинг, это два разных рейтинга. Они как между собой помогают друг другу, скажем так, один без одного и другого не может, но олимпийский это отдельный. То есть мировой нарабатывается до, чтобы войти в олимпийский отбор с хорошим рейтингом и ставить высоко в рейтинге, чтобы сеяться на турнирах. А когда ты плохо вошел, как сделал это я, я нигде не сеялся, много где играл в квалификацию, поэтому мне пришлось много от этого турнира, сказать так, ну, пустую, не пустую, набирал я форму, в общем. Где я мог выиграть медаль, я просто набирал форму, потому что я был не готов. Ну, в связи с травмой, да. По этому, вот, допустим, замороженному на сейчас рейтингу, ты какой и что тебе надо? Я сейчас замороженному олимпийскому рейтингу, я 36-й. Все попадает сейчас на Олимпиаду, 41 человек. То есть, в принципе, я даже с запасом. Но потом же, когда турниры возобновят какие-то, которые будут ходить в олимпийский отбор, а их по-любому возобновят, то, возможно, будет меняться. Но я, в принципе, довольно-таки хорошо оторвался от своих соперников, которые ниже по рейтингу, что, ну, я очень надеюсь, что они меня не догонят. Только я смогу набрать больше 30 очков и кого-то еще обогнать. В это я очень верю. Харьковские представители практически всех видов спорта отметились видеозаписями в социальных сетях во время карантина. Их можно разделить на две большие группы – тренировки в домашних условиях и мотивирующие видео. Полезные и остроумные ролики доказывают, что позитивный настрой не покидает спортсменов во время вынужденной паузы. А поскольку все болезни в голове, то особо переживать за здоровье героев этих видео не стоит. Всем привет! Долучаюсь до челленджа «Тренуйся вдома» веду олимпийскую команду «Нок». Карантин – это еще время для челленджей, время для обмена опытом, для обмена информацией, если кто-то что-то смотрит, читает, показывает. Челленджи, на самом деле, я не скажу, что ты первый и единственный в Харькове, но твой челлендж интересен тем, что ты написал, что это могут сделать только профессионалы, да? Что это за трюк, как ты ему научился сам? Ловкость – трюк и никакого мошенничества, на самом деле. Просто нужно понять физику, да, простую физику, как валан двигается ракеткой. И немножко, конечно, наоборот определенных. В принципе, может попробовать любой, но не у всех это, как зал, получится. В чем трюк сам состоит? Ну, чтобы валанок ладу получат на струны, вот так вот, и в момента вращения он не должен у меня отрываться от струн. Он должен сохранить у меня эту же позицию. В одну сторону и так же, грубо говоря, в другую сторону. То есть он лежит в одной плоскости, да, но ты переворачиваешь ракетку. Да, да, да. То есть многие делают вот так, допустим, да, раз, их поймали. Это неправильно. То есть вот он постоянно… Это легко сделать. Это я сделаю вот так и как угодно. Примерно там, да? А важно, чтобы он именно оставался вот так вот, если получится. И оставался он, получается, вот сейчас подлетел. То есть нужно, чтобы он вот в эту хорошо и в другую. Ну, собственно говоря, все. Слушай, а это какое-то упражнение специальное? Или это чистый фокус, знаешь, ну, выпендрешь, грубо говоря? Выпендрешь, да, больше. Ну, и с одной стороны и работают пальцы. То есть, в принципе, у нас в бандитоне, ты же не взял как топор, ракетку, у нас так никто не играет. У нас работает все, в основном, пальцами. То есть чувство пальцев. И в принципе, вот я когда переворачиваю, да, если медленно показать, то есть у меня пальцы работают, видите? То есть и обратно так же. То есть я чисто на пальцы. Вот так ты не сделаешь это. У тебя просто, видишь, рука не может повернуться даже. То есть поэтому мне приходится как бы пальцами работать постоянно. То есть если медленно показать, то это вот. Оп. И так же самое, допустим, в другую сторону. Ну, это ты челлендж объявлял. А был ли какой-то челлендж или, может быть, вот появился недавно, в который ты сам бы хотел поучаствовать, как участник? Такое время, что все атлеты сходят с ума, собственно говоря, я один из тех, и начинают придумывать челленджи. И фотографии, там, удачное фото, неудачное, я не знаю. Потом там нужно, берешь валанчик, да, и нужно попасть в чашку или в какую-то мишень. И ты берешь, стоишь, подаешь, пока не попадешь. Там чашка, что там, 10 сантиметров в диаметре, да, там. И очень трудно туда попасть. И начинаешь, ну, делать нечего, и начинаешь там попадать. Можно, там, вот так, и за спины бить. Ну, то есть, или кто больше набьет, там, валан, там, первыми ногами, там, да, начинаешь набивать. То есть, очень много челленджей, которые, которые помогают скрасить твои серые будни в гарантин. Туалетную бумагу не набьешь. Еще не пробовал. Я еще не начинал ни подавать ни в мишени, ни в стакан, ни набивал еще туалетную бумагу. Но точно буду. Однозначно просто нужно выбрать на это время. Потому что у меня были свои челленджи. Вот. Так что подписывайтесь на инстаграм, смотрите челленджи. Доброго дня, меня зовут Артем Почтарев, и я приедусь к челленджеру, который был иноциированный Национальным Олимпийским комитетом Украины. Тренеруйся вдома. Поехали. Хочу передать привет Геннадию Абрамовичу Махновскому, тренеру Артему Почтареву, который давно хотел меня увидеть с бадминтонной ракеткой и валанчика в руке. Геннадий Абрамович, вам привет. На самом деле, по поводу тренера. Ну, был впечатлен фотосессией Геннадия Абрамовича Махновского и Артема Почтарева. Трудно было вытащить его. А почему вдруг это понадобилось? Это для развития вообще бадминтона и для пиара. Вы знаете, что будет турнировано? Должен был быть чемпионат Европы. И это все было для промоушена. И еще такая есть программа, что идет, что игрок без тренера никуда. И вот такая программа, которая идет. Украинская федерация организовывается все. И вот задача была поставлена сделать фото, как мы с тренером фотографируемся. Ну, видишь, как получается, чемпионат Европы отменили, а имидж и фотосессии остались, да? Я знаю, почему. Вот ты не смейся только. У меня такая теория есть. Ну, полуофициальная, да? Полупридуманная. Ведь на самом деле, любовь к виду спорта, к любому, ну, бадминтону, часто, что же, как вирус, да? Где-то подцепил, распространяется, вот ты где-то хватанул это ощущение, да, что тебе это нравится. И пошел, и потом на всю жизнь, в кавычках, заболел, да? Как ты заболел бадминтоном? Когда это случилось и как? Да еще, я ж, вы знаете, я ж не сам не из Харькова. Это я уже в Харькове живу, уже там 15 лет, да, к примеру. Я ж приехал из города Лисичанска, и там, скажем так, тренер привил любовь к бадминтону. Начал я там 6 лет ходить, но я не занимался, я не играл туда еще. Просто рисовал там рисуночки. В общем, как говорится, страдал фигней, но на самом деле это была не фигня, а как оказывается, я потом, так и сейчас понял уже, в созрелом возрасте, что тренер мне прививал любовь к спорту в целом. А у тебя старший брат, видимо, в это время тренировался, да? В это время старший брат занимался, так как меня забирали с детского садика, и некуда было приводить, родители работали, и обратно со школы, там, я уже не помню, забирал мне садик и вел на секцию. Ну, я там просто проводил время. А уже 7 лет, уже там тренер, как говорят, увидел потенциал, и все, я начал заниматься. И потихоньку, потихоньку, и все. Потом переехал в Харьков, ну, и тут уже все стало на свои круга, да? Как получилось так, что, или в какой момент, скажем так, ты ощутил, что ты играешь лучше брата, и будешь играть лучше брата, который, собственно, тебя и привел в Админцо? На самом деле я все время хотел... Брат у меня очень хорошо играл на украинских турнирах, был чемпионом Украины, старше себя на 2-3 года. То есть я таким чемпионом Украины не был, я играл не так хорошо, как он в раннем возрасте. У меня, возможно, начался прогресс чуть-чуть позже. И я всегда мечтал обыграть брата, и никогда этим не удавалось. И на тренировках мы там близко с ним, я уже чувствую, что мы играем на равных, но чемпиона определяет только результат. Он всегда меня обыгрывал. На тренировках, на соревнованиях, чуть-чуть, но обыгрывал. И вот был такой один турнир в Киеве, там даже был призывов фонд. И мы с братом оба проиграли за подфинал, и должны были играть за третье место. И ко мне такая смешная история, ко мне брат подходит и говорит, что Мартем, я понимаю, что сейчас я у тебя уже не выиграю, ну и зачем нам лишний раз напрягаться? Давай с тобой поделим призывов фонд, и как бы, и все. Но для меня была сама суть не выиграть призывов фонд, там ни деньги, ни призы, конфеты, я ни на что даже не помню, а выиграть именно честно, чтобы брат не знал. И на тот момент давали призывов фонд, да, деньги там кипятки. И я сказал Лжека, говорит, извини, я буду с тобой играть, я хочу, ну, буду выиграть на полную. Так что делиться с тобой призывов фондом не буду. И он вышел с полным боевым настроем, ну и я. И я его тогда обыграл. Обыграл, подошел, сказал, спасибо, вот держи половину призывов фонда, ну, который я выиграл. Но мне было важно выиграть именно его, то есть само это чувство, честно, а не просто поделить деньги. И все, и с тех пор я уже брату больше не проигрывал. Бывают люди, которые лезут на стенки, да, в четырех стенах, на одну из них лезут, да. Что почитать, что посмотреть рекомендуешь? Сам что смотришь, читаешь? Сериальчик, может, какой посоветуй? Да, сериала много, я люблю более комедии. Я сейчас читаю очень интересную книгу про историю Украины. О Реступтельне, да, ну, на Украине, да, да. Вот, очень странная книга, многие спрашивали, там, а чего именно вот история Украины и почему она там, типа, ну, это в школе проходила программа, по идее. И на самом деле я стал, как, не знаю, не помню, кто сказал, без прошлого нет будущего. Вот, и вот на самом деле сейчас читаешь эту книгу, и вот ты смотришь, как было раньше, да, как вот сейчас, и я уверен уже практически на 100% как будет в будущем. Потому что, наверное, это как круговорот такой идет постоянно. Постоянно войны, какие-то проблемы, борьба, опять же, за, не буду причиной за что, но мы все мы знаем. И вот оно читаешь, и реально, ну, довольно-таки интересно. А раньше я читал другую литературу. Такую более тайм-менеджмент, развитие, личностного роста, мотивация. Стареешь? Не старею, возможно, я уже, я сам по себе очень мотивированный человек, поэтому меня, я могу сам кого угодно это мотивировать. Это, в принципе, видно по моему социуму, инстаграму, там, и соцсетям. Я полностью поддерживаю Артема, и в части вируса, и в части карантина, и в части всего остального, и в части чтения истории Украины. И согласен с тем, что действительно, без прошлого не бывает будущее. Но только единственное, что я хотел бы от себя добавить, что идти в будущее с повернутой головой назад тяжеловато. Поэтому без прошлого и будущего, конечно, не бывает, я считаю. Но ориентироваться нужно. Просто перенять опыт и не допускать наших предшественников допускать ошибки. Вот и все. Что еще бы я порекомендовал, то смотреть, конечно, больше комедий, меньше париться по поводу этого вируса. Хотел бы пожелать всем здоровья и больше позитива, и хорошего настроения всем. Это была индивидуальная тренировка с Артемом Почтаревым, первой ракеткой Украины, бадминтонистом. Мы выполнили все нормы карантина. Занятия проводились на расстоянии двух метров до остальных участников тренировочного процесса. Спасибо большое, что смотрите нас. Оставайтесь здоровыми. Все остальное обязательно приложится. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!